Практически ежедневно в спортивных учреждениях района проводятся различные соревнования. О некоторых из них мы расскажем в следующем материале выпуска. В городе состоялось торжественное открытие спартакиады молодежи. Участников соревнований поприветствовал начальник управления по внутренней и кадровой политике, социальной сфере и взаимодействии с правоохранительными органами городской администрации Сергей Мащенко, пожелав спортсменам успешного выступления и побед. Спартакиада проводится уже в 13-й раз. Число ее участников с каждым годом только увеличивается, как и количество видов спорта, в которых будут соревноваться команды. Стартовал спортивный марафон соревнований по баскетболу. Впереди шахматы, волейбол, плавание, теннис, рыболовство и многое другое. По итогам всех состязаний и будет определена команда-победитель. В Славинске-на-Кубани завершился краевой турнир по баскетболу среди мужских команд-ветеранов в памяти Александра Ивановича Полозюка. В соревнованиях приняли участие команды из городов Краснодар, Новороссийск, Азов, Лобинск и сборная Славинска-на-Кубани. Борьба за призовые места складывалась непросто. В итоге золото у баскетболистов из Краснодара. Славинцы стали вторыми. На третьем месте команда из города Азова. Лучшими игроками были признаны краснодарец Анатолий Минин, Денис Римский из Азова, славинец Виталий Гизей, Роман Филиппов, Новороссийск. В Славинском районе продолжается спартакиада трудовых коллективов, стартовавшая в конце октября. В этом году за победу будут бороться 11 команд из садгиганта, городского суда, управления образования, управления ГОЧС, администрации района, спортивных учреждений. Позади у спортсменов остались соревнования по мини-лапте, футболу, стрельбе, боулингу, бильярду. На прошлой неделе прошли соревнования по волейболу. Завершающим этапом спартакиада станут соревнования по водному полу. Итоги всех спортивных испытаний будут подведены в начале декабря. Тогда и станет известен самый спортивный трудовой коллектив района.